В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных. Министерство обороны вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных. Изменения направлены на защиту прав военнослужащих и вводят четкое установление сроков рассмотрения обращений. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на Минобороны. Распространение порядка. На кого распространяются новые правила? Военнослужащие Министерства обороны. Военнослужащие ВСУ. военнослужащие Государственной специальной службы транспорта. Процедура представления рапорта-рапорт подается прямому непосредственному командиру. В случае невозможности решения вопроса непосредственным командиром, рапорт подается следующему прямому командиру. Формы рапорта. Устная форма, включая технические средства коммуникации. Письменная форма, бумажная или электронная. Порядок работы с бумажным рапортом. Бумажный рапорт может быть написан от руки. При этом несоблюдение требований к форматированию или наличие грамматических синтаксических ошибок не является основанием для отказа в разбирательстве. Рассмотрение рапорта. Отказ в рассмотрении должен быть мотивирован. Несогласование рапорта непосредственным или прямым командиром не препятствует его дальнейшему движению к командирам высшего уровня. Обязательная предварительная регистрация в службе делопроизводства. Порядок работы с электронным рапортом. Процедура создания. Рапорт создается и подается через системы Армия Плюс, Седа или другие IT-системы Министерства обороны Украины. Для рапортов, содержащих служебную информацию или государственную тайну, используется исключительно соответствующая коммуникационная система Минобороны или ВСУ. Процесс подачи рапорта. Военнослужащий создает рапорт на платформе Армия Плюс с использованием шаблонов. Указывается ID номер командира для согласования. Командир обязан предоставить подчиненным свой ID номер и ID номер Седа подразделения. Рассмотрение рапорта прохождения рапорта по вертикали командования происходит аналогично бумажному рапорту. Наложение резолюции командирами в принятии решения по существу рапорта. Сроки рассмотрения рапортов. Срок рассмотрения начинается с момента представления рапорта, бумажного или электронного, а не с момента регистрации. Для рапортов, содержащих служебную информацию или государственную тайну, используется исключительно соответствующая коммуникационная система Минобороны или ВСУ. Сроки рассмотрения бумажных и электронных рапортов неотложны, вопросы дисциплины, выполнение боевых приказов, отпуска по семейным обстоятельствам. Их рассмотрение не позднее 48 часов, с момента представления. Другие вопросы рассмотрения, не более 14 дней с момента представления. Что касается устных рапортов, то их рассмотрение может состояться немедленно, но не позднее сроков для бумажных рапортов, другие гарантии. Если для рапорта недостаточно информации или документов, командир может потребовать дополнительные данные с исчерпывающим перечнем причин. Защита прав военнослужащих ГПРДОК гарантирует невозможность привлечения к ответственности по факту представления рапорта. Руководители органов военного управления, командиры воинских частей и подразделений несут ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения рапортов. Оценка служебной деятельности должностных лиц будет зависеть от качества работы с рапортами военнослужащих. Армия Плюс. В начале августа в Украине было представлено приложение для военнослужащих Армия Плюс. Он должен помочь в оформлении рапортов в режиме онлайн и не только. Более подробно об Армии Плюс в материале новости Украина. Также Министерство обороны Украины планирует внедрить дополнительные функции в приложение электронное удостоверение военного и не только. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале новости Украина в Телеграм.